В предыдущей серии мы закончили каркас безопасности и получили финальное очертание кузова. Выгнали машину на улицу и уже окончательно убедились, что форма, пропорция кузов нас более чем устраивает. А это значит, что переделывать каркас мы больше не будем. Осталось только дожать мелкие нюансы и загрунтовать его. Этим занялся Валера. Единственное место, которое мы не успели доделать в предыдущей серии, так это основание стоек. Их надо облагородить. Немного листового металла, болгарка, прихватка, сварка и остатки Валерийных нервов. Сейчас вы поймете, о чем это я. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА спустя два валера часа одна сторона готова а вот второй стороной пришлось заниматься андрею в итоге выглядит это вот так следующим этапом можно грунтовать каркас сперва хорошенько обезжириваем его как вы помните в предыдущей серии андрей был замечен в чрезмерном расточительстве в итоге было решено что обезжириватель и салфетки он покупает за свои и как вы видите он действительно пользуется своим материалом разводим немного черного грунта хорошенько размешиваем и можно приступать к работе этим и занялся андрей с позывным дрон пластилин как вы могли заметить ребята частенько работают без респираторов и оператор не исключение примерно вот так видится весь процесс со стороны спустя час в покрасочной без респиратора предыдущей серии мы также по-быстрому накинули задний бампер который по черновому загрунтовали для того чтобы покрасить и показать общий вид нас все устроило а это значит что можно выводить его в идеал это вы видите на экране сперва с большего равняем плоскости и убираем следы склейки на данном этапе важно вывести в одну плоскость два элемента основной кузов и бампер как вы видите тут есть над чем поработать делается это следующим образом сперва при помощи наждачки с колодкой шлифуются соседние плоскости затем очередной замер шпателем и снова часы шлифовки после того как элементы максимально подогнаны друг другу приступаем к шпаклевки это уже финальная более тонкая доводка на данном этапе мы используем простую строительную шпаклевку для стен на водной основе именно потому что она на водной основе автомобильная шпаклевка к слову вот так взаимодействует с пеноплексом я охерел просто а как вы понимаете нас это не особо устраивает но конечно уж поклевки на водной основе хватает минусов во первых ее нельзя наносить толстым слоем а у нас слову стояли такие задачи а во вторых она медленно сохнет именно поэтому для того чтобы вывести бампер в идеал ушло более 10 андрея дней слой за слоем день за днем ну и конечно между каждым слоем было много свободного времени это новый сервис облачного гейминга сервис запускает популярные игры с топовой графикой на любом железе можно играть со старого ноутбука или даже слабенького рабочего компа доступны игры из самого популярного лаунчера покупать дополнительно ничего не потребуется просто использую свою библиотеку игр запустил и уже набиваешь фраги не нужно ждать пока закачаются гигабайт обновлений и патчи к тому же сервис решает проблему вечной нехватки места на диске для любителей максимальной графики my games cloud предложит картинку до 4к и 120 фпс также доступно android приложение для запуска игр на телефоне в апреле на сервисе запустили виртуальный геймпад поэтому теперь дополнительные контроллеры не требуется нужен только телефон и доступ к интернету специально для вас в описании я оставлю ссылку на сервис регистрируйся и играй на максималках в топовые новинки к тому времени каркас безопасности уже десять раз как высох и можно делать очередную примерку очередная примерка наших коробки чтобы понять какие проблемы мы сталкиваемся в будущем а это то что наш порог от бухгалти намного выше и он немного шире чем фордовский у нас получается 15 сантиметров пространство которое нам нужно чем-то дополнить в этом месте как раз будет стеклопластиковой вот этой кожуры порога с металлическим кузовом уже форда есть такие мысли вы заказать выгнуть из металла профиль это г-образные типа того привариться ржавом форду и дальше уже сращивать стеклопластик с металлом алё да 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 поел да да тепло в почтальниках да слушай нам подскажи тут у нас проблемка чередная нарисовалась как этот порожек стыкануть до заведом это ну подскажи тут порожку этому я не знаю как стыкануть у меня где-то метров 15 не хватает что говоришь выгнешь да класс ну двойка металл ну там я картинку скину на вайбер хорошо ну все все пока спустя два дня андрей съездил в гости к маме и вернулся вот с такими гостинцами это и будет основанием для будущих порогов осталось только подогнать подрезать и инсталлировать в кузов в общем валера занялся подгонкой по месту андрей тем временем подгонял пластину которая соединит короб с кузовом форда тут конечно без современных технологий никуда правда андрюха пока не может с ними до конца разобраться для того чтобы максимально подогнать эту панель к дверному проему пришлось повозиться профиль в некоторых местах пилим вдоль также делаем множество надрезов в тех местах где будем гнуть форму подгоняем примеряем и так много много раз когда форма с большего подогнана к проему готовимся к сварке как вы понимаете пары растворителя до сих пор не выветрились и оператор видит картинку в гараже именно так в итоге на подгонку порога ушло около шести валера часов и два отрезных диска так открыли границы теперь одна мысль в голове это по-быстрому соорудить какие-то тайники для тачки пихаем туда сигареты и уезжаем за кордон это такие мысли у бузовой я люблю зарабатывать деньги а у нас подогнать еще по черновому сейчас мы все это демонтируем обрабатываем грунтом с цинком дабы предотвратить ржавчину в будущем и все это обратно собираем на этом этапе перед сваркой надо зачистить кузов в тех местах где будет вариться металл поскольку в дальнейшем у нас совсем не будет доступа к внутренней части этого короба поэтому грунтуем его заранее именно цинковым грунтом для сварки или сварочным грунтом какой в этом смысл убрать краску и нанести грунт дело в том что в местах сварки температура очень высокая и обычное покрытие выгорает соответственно металл оголяется и мы имеем внутри короба потенциальные очаги коррозии а вот специальный грунт не ведется на эти провокации и держится крепко даже при такой температуре как то так следующим этапом собираем уже загрунтованный пазл для того чтобы четко отрезать дверь надо понимать как будет выглядеть проем и порог с первым мы разобрались а вот порог у нас пока что в пенопластовой версии делать мы его будем точно по такой же схеме как и кузов с бампером вы это видели уже не один раз поэтому в двух словах пенопластовую заготовку грунтуем затем шпатлюем и выводим форму в идеал спустя пару дней результат нас устраивает и можно снимать с этой формы слепок наносим разделительный состав это спиртовой разделитель он создает тоненькую пленку благодаря которой форма с легкостью снимется с мастер-модели то есть пенопластового порога волгу вижу а бугатти то где или пенопласт у вас от бугатти я частенько встречаю комменты что бугатти тут и не пахнет а скрещиваем мы ford и волгу так вот для понимания рыночная стоимость широна около 3 миллионов баксов или 230 миллионов рублей к сожалению youtube не приносит такого дохода чтобы мы могли позволить себе такой распил а вот ford пробу можно купить немного дешевле давайте посмотрим на дроме цены на нее немного варьируются обычно я изучаю рынок при помощи дрома поскольку тут самый большой выбор реальных объявлений по продаже машин и вот пожалуйста есть подходящий вариант как вы видите пробу в таком же кузове можно приобрести за 145 тысяч к слову наша стоила примерно столько же так что если надо что-то подобрать или сориентироваться по цене иди на дром ссылка будет в описании да еще пару слов о расходах многие в курсе что монетизация на ютубе отключена в связи с этим многие каналы закрываются и проекты забрасываются мы стараемся держаться на плаву но скажу честно что это нелегко к слову расходы в месяц на постройку волгатти около 5000 долларов или 400 тысяч рублей это зарплата ребят видеосъемка монтаж ну и конечно же расходники свое участие я не учитываю моя твердая позиция что контент для вас должен быть бесплатным достаточно того что вы смотрите рекламу и спасибо тем кто ее не проматывает в общем на данный момент единственный вариант существования проекта и канала так это выпускать коротенькие частые серии конечно если их будут смотреть лайк коммент и обязательно поделиться роликом где угодно эти действия помогут существовать проекту дальше но дальнейшая работа по подгонке порога на вашем экране валера все четенько замерил подогнал отстучал подчеканил и спустя еще три валера часа имеем вот такой короб который в итоге заварен со всех сторон надежным толстым металлом и к сожалению контрабанду туда спрятать уже не получится хотя не факт что этого не было сделано предварительно финале срезаем кант который был сделан запасом грунтуем и имеем вот такую красоту это все валера конечно замечательно но я бы пороги стеклопластиковые сделал металл соржавеет с гидио вот пойдешь из той стороны это моя премьера валера дверь украл приснилось что ли я так и знал как вы поняли дверь нашлась и можно заниматься ее подгонкой сперва разбираем достаем всю начинку стекло направляющие замок и стеклоподъемник следующим этапом на глаз оставив небольшой запас срезаем вниз двери именно эта часть и мешает нам установить двери в новый более узкий дверной проем ну и наконец первая примерка смотрим прицениваемся понимаем что надо подправить и отправим затем снова накидываем дверь и вот что имеем первое знакомство нашей двери с новым порогом да свадьба двери свадьба я не ожидал что получится первого раза практически наука малейшими там какие-то замерами там непонятными пальцем в небо да доработаем напильником слушай себя заботиться сделать так не получится опыт 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 как и половое веселье приходит с годами так что мы наверно пути и так что в итоге мы имеем в итоге мы вырезали вот эту панель укоротили дверь для отлично становится проем единственно сейчас вопрос у нас как нам как и чем зашить вот эту нишу водостоп водослив водопровод ну короче вот эту площадку у нас остался вот такой элемент не знаю можем мы его использовать не можем что-то думаешь как бы там можно подогнать этот огрызок с помощью молоточка тут прияпать попытаться изобразить то есть даже и варить ну как можно вариант я думаю рабочий и валяр что думаешь передаю саму браунную флангу потому что это хернёй для старой возиться никто не будет мы закажем сюда новую панель из циклованной нержавеющей стали ее сюда внедрил и аккуратно здесь все стекломатом закроется будет новая по сути дверь красивыми изгибами и религидают нам валяриану пусть мой стекломат не трогает он хочет всю свою галимую кривую костюм сварку залепить моим красивым стекломатом короче ребята абсолютно без разницы стекловолокном металлом чтобы было крепко надежно как вы умеете так что решайте сами поставим стены на камень-ножницы бумага раз два три я выбрал поэтому мой вариант таков что мы заказываем новую панель сюда внедряем Андрей хотел отстучать и вернуть обратно эту панель но мы заниматься колхозом не будем мы закажем нового а это он просто выбрасываем вот так и изготовили мы эту деталь новую суда и аккуратненько внедряем останется только предатель изгиб правильная у нас получится совершенно новой вниз двери со старыми дырками откуда вода будет рассветли все оставим для 13 в итоге так и было сделано красивую новенькую панель подогнали по всему периметру немного подрезали загнули отчеканили по черновому прихватили саморезами и на следующий Андрея день после сварки имеем вот такую картину который в принципе очень довольны следующим этапом надо подогнать накладку на дверь для этого мы ее и отрезаем накидываем на кузов и доводим по месту затем отправляемся к донору волги для того чтобы снять ручку финальном варианте дверь будет немного короче а за ней сразу расположится воздухозаборник как в оригинале бугатти более подробные кадры и уникальные материалы из мастерской можно найти в нашем телеграм-канале я решил не делать тупую копию канала в телеграме поэтому там вы найдете только уникальный материал и ежедневные бэкстейджи из мастерской поэтому жду всех и обещаю вы не пожалеете а